Простить измену можно, забыть невозможно никогда. Поймите, как раньше уже не будет, потому что будет вот этот шрам в виде зияющей раны. И вопрос ли в том, можно ли сделать так, чтобы этот шрам не болел, или он будет болеть всегда. Отвечаю, что да, в некоторых случаях можно сделать так, чтобы простить измену, чтобы не было так сильно больно. И я расскажу дальше, в каких ситуациях можно прощать, а в каких ситуациях нельзя прощать измену ни при каких условиях. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог и сексолог. И дальше я вам расскажу о пяти типах самых распространенных измен. Посмотрите и узнайте, какой из этих типов является изменой в вашем союзе, в вашей паре. Итак, первый тип называется хладнокровная измена, либо образно можно назвать ее имею право. В большей степени все-таки эта измена свойственна мужчинам, достаточно таким авторитарным, сильным, властным, которые привыкли ставить свои интересы превыше других. Но такие измены бывают и у женщин. У более таких маскулинных женщин, очень социально проявленных, которые достигли большого результата, которые относятся к людям как к ресурсам. Нередко это люди, у которых можно диагностировать антисоциальное расстройство личности, и они всегда ставят свои интересы, свое удовольствие, свои потребности превыше остальных. Иногда такие измены бывают в тех ситуациях, когда люди десятки лет прожили вместе, и никогда вы, например, не наблюдали подобного отношения к себе, к изменам, к верности у вашего партнера или партнерши. Но происходит какое-то событие, например, повышение по службе, или человек занял какую-то очень серьезную должность, или что-то произошло, когда он быстро обогатился, и в этот момент у него звучит внутри вот эта фраза «Имею право, теперь имею право, теперь вы для меня, это как абуза, я отдал свой долг, и я могу жить ради себя и наслаждаясь собой». И эти люди, как правило, очень жесткие в этот момент, и нередко ко мне такие мужчины, женщины, партнеры этих людей обращаются, и говорит «Константин, как так произошло? 20 лет он или она были совсем другим человеком, что с ними произошло? Почему в этот момент они стали так жесткие ко мне?» Потому что в этот момент их такая хищническая, может быть, очень такая властная натура проявилась, какая-то их часть очень активно стала проявляться, и, к сожалению, это сильно бьет по самооценке тех людей, которые оказались с ними в партнерстве. Поэтому прогноз у такого вида измен негативный. Крайне негативный прогноз, особенно если такой человек всегда изменял или изменяла, когда она ставит свои интересы превыше других, и верность для нее или для него это пустой звук, поймите, такого человека вы не исправите. Это так называемая измена сильного игрока в психологии. Он или она будет доминировать, он или она будет очень изящно выстраивать так, что о многом вы вообще не догадаетесь. А даже если догадаетесь, такой человек, скорее всего, обвинит вас в первую очередь, что это вы что-то недодавали, что это вы что-то делали не так, и вы виноваты в том, что он или она изменяет. Поэтому будьте аккуратны именно с этим типом измен, потому что можно остаться не только без союза, ну, это малая часть тех страданий, которые может быть, но и с очень разбитой и пошатанной самооценкой из-за того, что во всех смертных грехах этого человека будете обвинены вы. Поэтому прогноз негативный, такие измены практически никогда прощать нельзя. Следующий тип измен – это сексуальная зависимость. Так называемые секс-аддикты – это люди такие же зависимые, как нарко-алкозависимые, как игроманы. Опять же, это могут быть и мужчины, и женщины. Здесь важно понимать, что вы имеете дело не просто к сексуальному пристрастию со стороны этого человека, но это в прямом смысле зависимость, которая помогает человеку справляться с какой-то своей тревогой или напряжением, которые возникают у него по жизни или в паре в частности. Такие люди, как правило, очень рано знакомятся с порно, очень рано пробуют практику мастурбации. У этих людей прям искаженное восприятие. Им кажется, что везде все думают о сексе, кругом все сексуализировано. Им нередко свойственна такая психологическая защита, как сексуализация. То есть это люди, очень сильно озабоченные данной темой. И избавить их от вот этого сексуального пристрастия – это значит лишить их стратегии, которая позволяет им вообще компенсировать чаще всего их нестабильную низкую самооценку, которая будет в итоге приводить это к тревоге, к сильному напряжению, к срывам, агрессии и так далее. То есть поймите, если вы видите у вашего партнера или партнерши какие-то такие наклонности именно к зависимости, что он или она понимает, что многое теряет в вашей паре, многое, что ценное вы уже создали, но не может себе отказать, то это будет точно такой же прогноз, как и у человека, который имеет химическую, например, зависимость. Поэтому прогноз по такой сексуальной зависимости, по такому типу измены тоже неблагоприятный. Шанс, что человек исправится, очень-очень низкий, только при условии, что если вы обнаружите, что у вашего человека любимого зависимость, сексоголизм, и он или она самое главное тоже поймут, что это не просто увлечение, это не просто те, то, чем все занимаются, это именно зависимость, с помощью которой я справляюсь со своей тревогой или со своим напряжением. И только при условии того, что это вынесено и признано, как зависимость, только тогда может происходить какая-то терапия. Ну, конечно, желательно, чтобы пара или индивидуально сам этот человек был в терапии и работал со своей зависимостью, потому что в противном случае, какие бы прекрасные у вас ни были отношения, но вот эта червоточинка того, что, а может быть, сходим налево, а может быть, еще раз заглушим свою какую-то вот эту тревогу и боль или переживания с помощью порнографии, с помощью мастурбации или с помощью реального человека, это постоянно будет у него уже как навязчивая идея, и об этом нужно честно говорить и признаваться. Следующий вид измен, это выгорание или желание достучаться. К сожалению, так бывает, что один из партнеров в браке, в союзе старается донести какую-то мысль о том, что какие-то потребности не удовлетворяются или что муж стал очень грубым, не проявляет никакой ласки, любви, внимания, и такой человек прям выгорает внутри. У него становится пустота, у него становится отторжение, копится обида и может быть даже злость. Иногда такие вот женщины, которые приходят ко мне в терапию, изменившие, они говорят о том, что мне было настолько больно, что меня так долго не слышали, не понимали, не уважали, что чтобы как-то достучаться, чтобы показать то, насколько я это не приемлю, я только из-за этого пошла в такую измену. Да, конечно, это такой кривой способ достучаться. Я лично считаю, что всегда можно договариваться, проговаривать и говорить какие-то моменты, которые вас беспокоят, но я ни в коем случае здесь не осуждаю, не оцениваю, а говорю о том, что, к сожалению, в какой-то момент времени для партнера или партнерши не является возможным другой способ достучаться. И иногда, когда люди годами не могут быть услышанными, годами их потребности фрустрируются в браке, и они уже что только не пробовали и даже говорили пойдем к психологу, я чувствую, что у нас какие-то проблемы или говорили давай решим наши сексуальные проблемы, пойдем к сексологу, но второй партнер, как правило, говорил, это в тебе все проблемы и иди лечись, это все из-за тебя, это порождает большое количество обиды и ладно, если это еще хоть попытка достучаться, чтобы ты обратил внимание или ты посмотрел на то, как мне больно и тяжело, но в каких-то случаях это бывает уже не попытка достучаться, а просто тотальные выгорания, и как правило, когда это выгорание, и если эта измена вскрывается, то здесь, в этом случае, прогноз негативный, это тоже вряд ли то, что можно будет легко простить, по той причине, что, как правило, тот партнер, который выгорел и изменял, он наоборот даже хотел бы, чтобы эта измена вскрылась, и в итоге ему не пришлось бы что-то говорить или доказывать, почему он или она решили расстаться и прекратить эти отношения. Конечно, еще раз подчеркну, это кривой способ завершить окончание отношений, это неуважение к себе и к партнеру, даже если ваши потребности были долгое время фрустрированы, есть всегда другая возможность достучаться. Но еще раз говорю о том, что такое бывает. И если все-таки это не измена выгорания, а измена достучаться, и вот таким вот образом до вас ваша супруга или супруг решил достучаться, вот здесь условно может быть благоприятный прогноз, но при определенных условиях. Эти условия я в конце ролика расскажу и покажу, какие есть стоп-факторы, отягощающие события и какие есть позитивные факторы, и именно на них нужно смотреть. Если больше позитивных факторов, то тогда да, такую измену можно попробовать, найти в себе ресурсы, простить и создать большую близость, если, конечно же, второй партнер, изменивший или изменившая партнерша готова делать шаги навстречу. Следующий вид измены я условно назвал романтики хочется. Это такой мужчина или женщина, которая может быть искренне довольна многими аспектами жизни со своим партнером, говорить, что ну у меня муж такой хозяйственный, рукастый, он отличный отец, ну вот Константин, секс с ним просто никакой. Или мужчина может говорить примерно то же самое о своей жене, что она отличная хозяйка, я ее люблю, ценю, она замечательная мать наших троих детей, но уже стало как-то скучно, пресно, неинтересно, и я чувствую, что где-то, или вот в частности любовница где-то ходит, или вот эта женщина конкретно и является той, с которой у нас такая прекрасная, интересная жизнь, у нас так насыщенно, у нас так все романтично. Короче, такой человек ищет вечной романтики. Это знаете, как у наркомана, говорят, что те, кто попробовал хотя бы один раз наркотик, они всегда потом дальше гонятся за этим первым кайфом. Вот точно так же и такой человек, как правило, он очень такой чувствительный, это может быть эмоциональная такая яркая, очень чувственная, чувствительная женщина или такой эмоциональный романтик мужчина, они несутся как за вот этим наркотическим кайфом, за теми ощущениями, которые были в начале отношений. Даже более того скажу, что это может быть были в начале не ваших отношений, а были какие-то отношения до вас, первая любовь, вот эта школьная влюбленность, какие-то очень яркие эмоции с возрастом, как правило, пик эмоционального накала любви и влюбленности, он все равно несколько ниже. И если такому человеку не хватает созревания, зрелости, какой-то мудрости, понять, что так, как в юности, уже не будет, но будет по-другому, и это тоже очень широкое, очень сильно глубокое чувство, и в него тоже можно погружаться, то тогда прогноз негативный. Понимаете, чаще всего такие люди, они ищут такую безусловно принимающую родительскую фигуру. Нередко у них в детстве был какой-то конфликт, либо чувство недополученной любви, вот этой безусловной любви, которая должна быть в норме от родителя к ребенку, чаще всего такие люди не получили. Либо наоборот, они были очень залюблены, очень их баловали, и они также во взрослой жизни теперь ищут такую родительскую фигуру, условно, в виде партнера, который должен полностью раствориться в тебе, который должен тебя благотворить, восхищать, и быть вот такой тотально принимающей фигурой. Но такого не бывает. Если и бывает, это сходятся два человека на травме на какой-то одинаковой, прилепляются друг к другу, и это тоже не какие-то взрослые, зрелые отношения. И прогноз такой будет у такой измены неблагоприятный, потому что если вы простите такую измену, то, скорее всего, если человек сам не поменяется внутри себя, то дальше опять начнется какая-то рутина, и такой человек снова и снова будет искать какого-то другого партнера. Знаете, такие люди очень часто фантазируют по поводу того, как бы классно было с ней, например, построить отношения, или как бы он меня носил на руках. Это вот не то, что мой муж, это вот такой настоящий мужчина. И они много фантазируют, много в своих мыслях погружаются в эти такие грезы, где там тотальная такая любовь, вот романтическая, как в романах, как в сказках, и упиваются этой любовью, которая недоступна в реальной жизни, просто потому, что реальная жизнь, она обогащена еще многими другими условиями, и этим людям, как правило, не хватает вот внутренней зрелости, для того, чтобы понять, что тот партнер или партнерша, с которым я строю отношения, никогда мне не заменит родительскую фигуру. И это неправильно искать абсолютно принимающего человека, с которым мы будем, вот, знаете, прям в доску абсолютно своими, который будет принимать меня со всеми моими недостатками, и любить меня таким, какой есть. Вот это иллюзия. Да, иногда такое бывает крайне редко. Ну и то, это большой вопрос, насколько это экологично и здорово. Поэтому прогноз может быть позитивный у такого типа измен, только в том случае, если такой изменивший партнер понимает, что он гонится за витринными мельницами, он гонится за нереалистичным образом, который всегда будет от него ускользать, даже если он от супруги уйдет к другой женщине, или такая женщина уйдет от своего хозяйственного, рукастого, очень доброго, покладистого мужа, который отличный отец, уйдет к горячему мачо-любовнику, он через какое-то время все равно будет не идеальной фигурой, и она будет разочаровываться в нем, а соответственно мужчина в такой жене-любовнице. Поэтому можно говорить о позитивном прогнозе, только если такой человек идет в терапию, ну либо сам как-то созревает и выходит вот из этого застрявшего немножко инфантильного состояния, во взрослую, зрелую позицию, понимая, что любовь это не наркотик, это не какой-то допинг, который просто уносит меня в небеса, эти люди часто говорят о том, что ну ты просто не познал настоящей любви, любовь это то, ради чего можно жить и умереть, так вот как правило они проживают очень яркую как вспышка жизнь, сжигая за собой все, и рушат браки, и рушат отношения с детьми, с супругой, с мужем, но зато во имя любви вот на алтаре вот этой яркой такой сильной любви кладется все, на мой взгляд, это попахивает нездоровой такой любовью и здесь очень важно созревать, понимать, что да, есть свои прелести в любви, но она может быть тоже умеренной, спокойной и при этом очень обогащающей для человека. И пятый завершающий вид измен, я условно его назвал без попутал. Дело в том, что бывают такие ситуации, когда, ну, совершенно случайно можно сказать, произошло какое-то событие, ну, например, на каком-то мальчишнике, девичнике, на какой-то свадьбе, корпоративе, или кто-то уехал в командировку, и случилось непоправимое. И такой человек, он, как правило, будет дико раскаиваться, он будет или она рвать волосы на себе, посыпать голову пеплом, говорить, что, ну, просто испытывать настолько сильное раскаяние, и вот это будет видно, что такой человек просто, ну, не может совладать с собой, насколько он сильно горюет по тому, что это произошло. Опять же, я ни в коем случае не оправдываю, не говорю о том, что, ну, вот так бывает, простите такого человека, да, опять же, если ты знаешь, что под алкоголем у тебя происходят какие-то такие тенденции, что ты ищешь себе какого-то мужчину или женщину, да, тебе нужно об этом знать, и тогда заречься, что алкоголь для тебя запретен, особенно, когда рядышком нет твоей любимой женщины. Но если так получилось, случайно, и у меня бывали такие случаи, когда человек приходил и с настолько поникшей головой просто он был готов уже, ну, просто перестать жить на этой планете, из-за ощущения того тотального горя, которое свершилось. В этих случаях прогноз более-менее условно позитивный, при условии того, что пара находит в себе силы для того, чтобы увидеть, а какие факторы, собственно, к этому привели. потому что нет дыма без огня. Не каждый из нас с вами, кто, не знаю, будет на каком-то празднике или уедет в командировку или позволит себе чуть больше алкоголя, сразу пойдет изменять. Абсолютно не каждый. Скорее всего, какие-то тенденции уже были. И обсудить эти тенденции, проговорить о том, что как так получилось, что внутри тебя происходило, когда ты пошел изменять, или позвонил кому-то, или вот поддался на какие-то соблазны, это очень полезно. Но, к сожалению, это бывает, правда, болезненно для того, чтобы это проговаривать, для того, чтобы это обсуждать. И раненая сторона союза, она может действительно не найти просто в себе ресурсы на прощение. И это, правда, огромный, огромный труд души. Вот пока я это рассказывал, напишите в комментариях, может быть, вы узнали, какой тип измены у вас или у ваших знакомых был. И напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете, нужно ли все-таки прощать измену или это такая дрянная затея и все равно изменивший раз, изменитый потом и предателю нет места под одной крышей с тем человеком, который хранил верность. Мне интересно ваше мнение. А пока я расскажу о тех оттягчающих факторах, которые, если присутствуют после измены, то они практически полностью гарантируют вам то, что не нужно прощать такую измену. Итак, фактор номер один. Это то, когда изменившая сторона максимально деструктивно обвиняет во всем вас. То есть, очень много присутствует обвинения, каких-то фактов, домыслов, из-за чего он или она изменила. Говоря о том, что ты был недостаточно внимателен ко мне, это все из-за тебя, я тебя предупреждал, или ты должна была больше давать мне любви и секса. Вот это все говорит о том, что партнер, изменивший, совершивший такую большую гигантскую ошибку, не готов выстраивать действительно партнерские отношения. Да, может быть, он так защищается от чувства вины и стыда, которые где-то глубоко, но опять же, если это первый тип измены, помните, вот такая хищническая, хладнокровная измена, я имею право, то там, скорее всего, не будет ни вины, ни стыда. Это чаще такие люди. Но если вы видите, что он защищается или она защищается так сильно через вот именно такое нападение, обвинение, то это очень серьезный стоп-фактор. Второй момент, и, к сожалению, у меня тоже такое присутствовало в практике, когда изменившая сторона сравнивает вас с любовником или любовницей, говоря, что, ну вот ты вот это не умеешь, а она вот так вот хорошо что-то делает, или ты, у тебя там руки из одного места растут, а он такой настоящий мужчина, он такие ласки делал мне, когда мы были вместе, вот это недопустимо. Это, конечно, огромная ретравматизация, и, к сожалению, некоторые изменившие партнеры тоже такое демонстрируют, и это сразу нет, сразу стоп. Даже если вы безумно любите этого человека, трижды подумайте внутри, насколько дальше, если вы проживаете такую ретравматизацию в этот момент, стоит с ним или с ней быть вместе. Третий фактор, это такая тотальная ложь. Вот я, когда работаю с парами, я проговариваю, что у вас случилось очень жуткое, дикое по стрессу событие в паре, и сейчас залогом того, что эта рана потихоньку будет исцеляться, будет являться только то, если вы сможете честно, открыто о чем-то говорить. Я помню, как-то на консультации у меня была женщина, и она говорила о том, что муж у нее кавказец, и у нее случилась такая ситуация, что он изменил, как раз вот пятый вид измены, да, и для него поклясться, это было, смерть, поклясться отцом, да, с родителями и детьми, это было что-то, нечто, он там два раза за всю жизнь это говорил, и сейчас, когда она говорила с ним про измену, он говорил, расскажи мне честно, да, и прям просил его поклясться, и он говорил это, говорил эти слова, конечно, это может быть для кого-то как нарушение границ, но настолько боялся ее потерять, что он готов был клясться тем, как это было, что сейчас происходит, и так далее, и для раненого партнера такая честность очень важна и нужна, поймите все, вот кто, если смотрит изменивший партнер, поймите своей честностью, даже какими-то деталями, которые в моменте неприятны раненой стороне, но если раненая сторона просит об этих деталях, просит говорить о том, где вы сейчас, просит показать переписку, просит показать, быть прозрачным, это правда очень важно для вот этого внутреннего исцеления и повышения доверия, поэтому если партнер что-то лукавит, что-то темнит, перелистывает страницу и говорит, да нет, ничего особенного не было, да нет, зачем тебе это знать, это тоже такой серьезный стоп-фактор. Ну и четвертое, естественно, если отношения с любовницей или любовником продолжаются, и такой партнер или партнерша говорит, что ну мы просто коллеги по работе, я же не могу уволиться, я же не могу ее уволить, я не могу не общаться, мы общаемся просто по делам, уже нет никакой там любовной переписки или флирта, вот это все тоже является очень сильным стрессовым фактором, поэтому посмотрите, что из этого присутствует и сделайте свои выводы, потому что себя мучить тоже не нужно. И теперь несколько позитивных факторов, на которые тоже стоит обратить внимание, если измена произошла, которые могут свидетельствовать о том, что стоит попробовать дать шанс своему партнеру или партнерше. Во-первых, это, конечно, огромное раскаяние и даже вот не раскаяние, а соучастие в вашей боли. Когда я работаю именно с парами, то я не раз замечаю в глазах раненого партнера, как происходит потихонечку исцеление той боли и травмы, когда раненый партнер видит, как изменивший партнер страдает от того, что раненому партнеру больно. Вот это очень важно, что тот, кто изменил, он не отмахивается, не говорит, ну что ты все время это вспоминаешь, ну было и было, давай жить дальше. А он соучаствует в этой боли, он находится рядом, он готов извиняться, он готов раскаиваться столько, сколько потребуется. Он присутствует в этот момент или она присутствует в этот момент с тем человеком, которому больно. Вот это один из самых важных факторов. Если изменивший партнер признает, легализует ваши чувства, вашу агрессию, вашу обиду, он не разрушается, он не уходит физически или психологически, не отдаляется от вас, а в этот момент он или она поддерживает вас, говорит о том, как ей или ему тоже больно видеть вашу боль. Это может являться хорошим, позитивным фактором, который позволит вам исцелять вашу боль. Второе, конечно же, это прозрачность и честность со стороны изменившего партнера, который готов рассказать все, что вам требуется, даже о каких-то своих фантазиях, помыслах, о том, что было, о том, что не устраивало, о том, как происходил там флирт, знакомство, если вам это нужно, это горькая правда, она ранит, это как горькая пилюля, но когда раненый партнер понимает, что это правда, что это честность, то он, у него появляется как бы выбор, теперь я знаю как бы все про тебя, и у меня теперь есть возможность выбрать открытый и честный, того, какой ты есть на самом деле или того, кого я видела в своих фантазиях, да, и вот эта честность позволяет не лукавить, а внутри себя принять какое-то правильное решение. Ну и третий фактор, это готовность изменившего партнера не торопить с прощением вас, прям запастись терпением, прям быть готовым сопереживать, соучаствовать в этой боли, терпеть месяцы, быть вот в контакте с собой, а такому человеку, который изменил, ему тоже непросто, он сталкивается, как правило, с огромным чувством вины и стыда, и это тоже тяжело переносимо, но если он находит в себе мужество или она находит ресурс для того, чтобы не торопить вас с прощением, быть рядом, быть по-новому в этих отношениях и не говорить о том, что ну когда уже, насколько можно, ну почему так долго ты не можешь меня простить, я же уже все тебе сделал или сделал, рассказал, ну прости меня, пожалуйста, да, вот если вас человек не торопит, это тоже позитивный фактор, который говорит о том, что есть шанс на новые отношения, на то, чтобы эта измена была прощена, да, скажу честно, измена это очень сильное стрессовое событие для пары, и большинство пар, к сожалению, расстаются, но в моей практике нередко встречаются те пары, которые приходят на консультацию, находят в себе ресурсы, находят в себе силы для того, чтобы поговорить об этом по-другому, и да, пара никогда не будет прежним, того союза, который был до этого, уже не будет, но нередко, и для меня это особая отрада, когда получается спустя недели или месяцы паре выстроить такие отношения, когда у них появляется еще большая близость, чем та, которая была до измены. Можете себе представить, 20 лет люди жили, потом произошла измена, и некоторые раненые партнеры мне говорят, что только сейчас, спустя время, как мы проработали эту измену, у нас начинается новая близость, которая была недоступна все 20 лет. Да, это шрам, и я всегда его вижу и буду видеть, но то, как классно поменялись наши отношения в лучшую сторону, это дорогого стоит, и пусть путем такой боли и страданий, но какая-то часть меня, говорят такие люди, рады тому, что это случилось, и мы наконец-то увидели друг друга настоящим и смогли полюбить друг друга заново. Это правда огромный труд, и я всегда призываю разговаривать и говорить друг с другом на эти непростые темы. Если вы чувствуете, что у вас самостоятельно не получается, то, конечно, вы можете обратиться за консультацией к специалисту, я веду прием, записаться на консультацию можно по ссылке под этим видео, консультирую и парой, и индивидуально, помогаю сделать так, чтобы в тех отношениях, где любовь еще теплится, где оба понимают, что они совершили какую-то большую ошибку, дать им шанс на восстановление. Поэтому я надеюсь, что, что бы ни случилось, какое бы решение вы не приняли, я искренне желаю вам благополучия с этим партнером или партнершей, либо с кем-то другим, либо в одиночестве. Главное, будьте счастливы. Я надеюсь и верю, что советы из этого видео вам будут полезны. До встречи в следующих видео.